Всем привет! На связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим на очень такую интересную, но не часто поднимающуюся тему, а именно, должен ли Android разработчик разбираться в бэкэнде в целом. То есть, даже тут, наверное, разговор идет не быть специалистом по бэкэнду, хотя никто вам не мешает доучить и эту сферу, потому что, ну, никто не ограничивает вас ни в чем. Если вы себя ограничиваете, то вы упускаете большие возможности. Потому что мы во многих видео поднимаем такую проблему, как, что должен знать Android разработчик, есть классический набор технологий, но никто никогда не общается на такую тему, а должен ли Android разработчик знать что-то за пределами своего стандартного набора технологий, и должен ли он что-то сопредельное знать. И давайте сегодня поговорим на эту очень интересную тему. Но она очень интересная, но, возможно, она не будет такой популярной в качестве просмотров, но все же хотелось бы про это поговорить. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем, в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. У Android разработчика есть минимальный набор требований к нему, то есть есть минимальный набор знаний. Всегда говорят, что нужно знать основы Kotlin, нужно знать основы Android, нужно разбираться в таких библиотеках, как Material Design, уметь работать с базой данных на устройстве SQLite через библиотеку Room, нужно уметь работать с сетью, что важно в аспектах нашего сегодняшнего видео, а именно через библиотеку Retrofit, использовать многопоточность с помощью корутин современных уже, реализовывать это все через U-модели, то есть применять архитектурные паттерны MVVM и, скажем так, уметь, конечно же, работать с сетью, я уже сказал, но об этом позже мы поговорим еще, так что, так как в целом видео про это, да, и знать там работу с уведомлениями, различные архитектурные паттерны, и все вот это, это, конечно же, инъекции зависимости, либо через Dagger, либо через Coin, конечно же, это все нужно знать, это такой набор любого андроид-разработчика, стандартный, но если подходить со стороны современной разработки, и сейчас очень часто поднимается такой вопрос на просторах Ютуба, что сильно большая конкуренция, мало предложений, невозможно конкурировать, приходят, типа нельзя, невозможно получить работу, что в корне не является верным, работу получить довольно-таки реально и без особых усилий, но если вы хотите, конечно, трудоустроиться, потому что по опыту обучения очень многие хотят работать на себя, либо создавать свои стартапы, ну, либо заказная разработка. И в нынешних условиях, когда на собеседование приходят люди с очень таким одинаковым набором знаний в тех библиотеках, про которые я только что рассказал, то есть из стандартного набора андроид-разработчика, да, и очень, ну, они становятся друг на друга похожи, и в основном люди приходят либо с самообучения, либо с курсов, и в целом уровень подготовки одинаковый, да, и приходится выбирать, и тут вот получить конкурентные преимущества становится очень важным. А каким мы можем взять, с каким мы можем взять конкурентные преимущества? Глубина познания, но она не всегда полезна, тем более во многих вы пока будете глубину изучать, многое поверхностное поменяется, и она не всегда нужна, и не всегда вы можете этой глубиной блеснуть, поэтому и зачастую она и не нужна на проектах. С чем можно выделяться? Выделяться можно чем-то сопредельно, чем-то, что, скажем так, выделить вас, как андроид-разработчика, в качестве и выделить ваши навыки по взаимодействию с другими профессиями на проекте, а иногда даже с возможностью заменить эти профессиями в одном лице, то есть вами. И всегда я говорю, что, что делает программист? Задача программиста взять откуда-то данные, взять откуда-то данные, если нужно, отредактировать, отфильтровать и выдать пользователю в том виде, в котором ему удобно. Это все самое главное, с чем работает программист. И в этой фразе ключевое слово данные. То есть мы работаем с данными. В современной разработке данные всегда располагаются на стороннем ресурсе. Либо это вы подключаетесь по API к стороннему какому-то сервису, к тем же соцсетям, берете у соцсетей какие-то данные, либо тот же сервис прогноза погоды. Но зачастую на самых серьезных проектах мы должны подключаться к базе данных на сервере. Как это происходит? Вот как реальная работа, как происходит? Поднимается сервер. Размещается на этом сервере база данных, зачастую это MSQA. Создается база данных, создаются таблицы в этой базе данных. И прописываются запросы к этой базе данных. Зачастую происходит дальше, что уже Android-разработчик принимает все эти данные в приложении. И он получает это все с помощью библиотеки Retrofit и настраивает работу с этими данными. Но зачастую мы еще эмигрируем эти все данные в локальную базу данных, базу данных на устройстве, чтобы было удобнее работать. Вот она цепочка, ну и потом мы выдаем, конечно же, все на экран, или даем необходимый функционал для того, чтобы редактировать эти данные. Вот она цепочка взаимодействия с данными. И вот смотрите, начинается все с поднятия сервера, с создания базы данных, написания запросов, и отправка этих запросов, и отправка этих данных, подготовка к отправке этих данных в приложение на Android. Это делает в больших проектах зачастую бэкэнд-разработчик. Все, что касается мобильного приложения, прием этих данных через Retrofit, настройка уже внутри приложения, этим, конечно, занимается Android-разработчик. Вот две собредельные области. А вот представьте, что к вам, вот вы работодатель, и к вам придет просто Android-разработчик, который знает, как работать с Retrofit, и придет разработчик, который еще разбирается в бэкэнде. То есть, он не будет, его знания не будут ограничивать темой, что вот здесь мы просто получаем данные. Откуда эти данные идут? Как они там размещаются? Как лучше с ними взаимодействовать? Он не знает ничего за пределами своего Android-проекта. А представьте, если другой человек разбирается и понимает, как устроить бэкэнд, и понимает не просто, как там все устроено, как получать данные оттуда, но и понимает, как с нуля поднять сервер и создать таблицу, создать базу данных и все там настроить на языке, на который вообще никакого отношения к мобильной разработке не относится. Я имею в виду сейчас про классику, про лучший язык для работы на сервере, про язык PHP. И вы представьте, что вот два таких разных человека. То есть, в принципе, позиция одна и та же, одни и те же деньги, но один знает только в рамках Android-приложения, а этот другой знает также в рамках Android-приложения, но еще и разбирается в бэкэнде. Конечно же, более выгодно выглядит тот человек, который разбирается в сервере. Плюс, если вы будете разбираться в бэкэнде, вы сможете в одиночку разработать мобильное приложение. Если вы в бэкэнде не разбираетесь, вы не сможете создать в одиночку мобильное приложение. Собственно, по этой причине я и обучаю на своем курсе, на втором месяце именно еще и бэкэнду. И то, что я до Android-разработки довольно-таки долгое время работал бэкэнд-разработчиками, до сих пор иногда, конечно же, мне интересно. Это более такая хардкорная вещь, и мне до сих пор интересен бэкэн, даже в нынешнее время, но уже на параллельной основе. И вот эта идея, которую я хочу донести сегодня, что в нынешних условиях очень важно разбираться не только в классическом стандартном пакете знаний, как у которой нужна Android-разработчику, это в первую очередь, но и выйти за пределы этого стандартного пакета и поизучать еще сопредельное, хотя бы на поверхностном уровне, сопредельную область. И бэкэнд-разработка лучше всего к этому подходит. То есть, надо понять, как располагаются данные, как разботать с сервером, как это все бэкэнд устроен, как с ним можно все это сделать. И никто вам же не мешает, и вас не ограничивает именно минимальным набором знаний. Вас никто не ограничивает знать что-то большее. И недаром за границей, вот у меня был опыт работы на проект, там мне понравился подход, когда им важно взять не конкретного специалиста, конкретного в области, а инженера. То есть, человека, который, если нужно, может работать под Android, и в случае, если это необходимо, там, грубо говоря, за месяц, сможет что-то посмотреть, что-то подучиться, и хотя бы на поверхностном уровне написать, допустим, под iOS. Или выйти на тот же бэкэнд, быстро освоиться и все там сделать. И вот мне вот такая, скажем, мобильность профессий, или вот, скажем так, такой подход, когда вы являетесь, да, в основном специализируетесь на какой-то узкой специальности, но в случае чего, вы как инженер можете быстренько что-то подтянуть, и хотя бы поверхностно разбираетесь в какой-то другой области, и можете, можете не без особых, ну, без прям так сильно, сильных усилий, в разумных пределах, перейти на другую область, потому что, на время, потому что вы что-то там поверхностно знаете. И вот эта бэкэнд-разработка, она очень важна. И отвечая на вопрос, должен же знать ли Android-разработчик бэкэнд-разработку, прям обязательно, в принципе, нет. Но если вы хотите создать самостоятельное мобильное приложение, то должен. Если вы хотите выделяться на фоне других людей, если хотите вытрудоустроиться, хотите выделяться на фоне других, скажем так, кандидатов, то да, лучше, если вы будете в этом разбираться. Потому что, если вы будете в этом разбираться, вы будете понимать весь бизнес, все бизнес-процессы, и будете, как разработчик, более универсальным, и даже, как Android-разработчик, будете более профессиональным. И еще есть такой момент, это как безопасность, как безопасность Android-разработы. Сейчас, в нынешних условиях, я очень часто слышу такое мнение, что всю бизнес-логику нужно выносить максимально на сервер, на бэкэнд. Так как бэкэнд имеет очень хороший уровень защиты, и своровать вашу бизнес-логику, если она какая-то уникальная, никто не сможет. Если вы правильно сделаете бэкэнд. По поводу мобильных приложений, если мы не используем никакие платы, инструменты, то очень часто можно встретить такую ситуацию, что если вы какую-то уникальную бизнес-логику запаковываете в проект в Android Studio, то есть в Android проект, то есть специальный софт, который может воровать эту бизнес-логику и переиспользовать на проекте злоумышленника. И очень часто я даже слышу мнение о том, что нужно всю такую ценную бизнес-логику выносить на бэкэнд. И в нынешних условиях вы, как человек, как андроид-разработчик, который еще разбирается в бэкэнд-разработке, будете как на вес золота. Тем более в нынешних условиях, когда как бы когда андроид-разработка все усложняется, когда как бы выставляются все больше требования к потенциальным кандидатам даже на джуниор позицию, вам нужно теперь скорее всего будет хорошо, если вы будете разбираться в бэкэнде. Поэтому если вы хотите быть более современным разработчиком иметь неплохие перспективы на несколько не на первые два года, а на более долгую перспективу, я вам советую присматриваться в бэкэнд-разработке и изучать, как там все устроено. И начать именно с того, именно с понимания того, как бэкэнд взаимодействует с андроид-приложением. Это будет самый ценный вариант. Итак, должен ли андроид-разработчик разбираться в бэкэнде? Прямо то, что он должен, об этом вопрос не стоит, потому что это не является основным требованием к андроид-разработчику. Но то обстоятельство, что вы будете разбираться в бэкэнде, позволит вам быть более конкурентным и даст вам возможность создавать мобильное приложение в одиночку. На сегодня у меня все. Это все, что я вам хотел рассказать. С вами был проект Мабул. До встречи на следующих эфира. Всем пока.